В 20 веке массовое общество породило не только массовую культуру, но и массовую науку. Это значит, что в некотором смысле наука стала отраслью массового производства, основной продукт которого — это научные тексты и научные открытия. Она контролируется, финансируется примерно так же, как и другие отрасли. И, конечно, как и в любом другом массовом производстве, в науке развились собственные механизмы стандартизации. Деятельность ученых алгоритмизируется в зависимости от общественного заказа, то есть в нашем случае это, скорее всего, потребности рынка. К сожалению, наука далеко не всегда развивается в соответствии со своими собственными внутренними принципами развития, но сейчас не об этом. И вот недобросовестные ученые, которые выбирают науку в качестве своего основного занятия для получения денег, ищут путь наименьшего сопротивления, чтобы закрыть показатели и затратить на это как можно меньше усилий. Это одна из причин, по которым в современной науке развиваются такие особые интеллектуальные тренды, которые ведут к примитивизации и мифологизации теоретического знания. В этом видео я хочу поговорить про то, что происходит с так называемым дискурс-анализом Фуко, и про некоторые недостатки этого метода, о которых обычно не говорят. Примерно в 90-х годах англо-американские академики заметили одно явление, которое назвали эффектом Фуко. Это такое явление в академической среде, когда внезапно появляется повальная тенденция ссылаться на Фуко буквально везде. На него ссылаются педагоги, психологи, социологи, гендерные теоретики, урбанисты. И везде Фуко приходится к месту. Эти ссылки бывают поверхностные, они бывают неточные, иногда они прямо противоречат сказанному Фуко, иногда они противоречат друг другу. Иногда это ссылки в ангажированных текстах, и совершенно не обязательно, чтобы Фуко в тексте, на который ссылаются, выражал ту же политическую позицию. И вот все эти ссылки возникают волнами. Примерно до 70-х годов в гуманитарных и социальных науках правили балл структуралисты. Ну, например, в англо-американской академии самым популярным теоретиком был Парсонс. Потом постепенно начал набирать обороты постструктурализм. Но почему из всех постструктуралистов именно Фуко? И прежде чем ответить на этот вопрос, давайте хотя бы поверхностно проверим, что эффект Фуко вообще существует. Сравним его с каким-нибудь другим автором. Ну, например, с историком Андрей Лефевром. Просто чтобы увидеть какую-то среднюю ситуацию. Ну, начнем с того, что статистика цитирования у Фуко, конечно, огромная. Индекс Хирша 312. У Андрея Лефевра тоже достаточно большая статистика цитирования. Хирш 109. Но, как мы видим, гораздо меньше, чем у Фуко. Это во сколько раз? В 7,5 раз. Ну, возьмем, допустим, цитаты археологии знания. И сравним с цитатами вот какой-то работы, которую я, конечно же, не читала. Ну, вот, например, The Urban Revolution. Урбанистическая революция. Первая вот ссылка. Естественная история, патобиология и клинические манифестации вируса ковида. Очень интересно. Давайте посмотрим. Причем же здесь Фуко? Социальный дискурс в период пандемии. Значит, здесь написано, что Фуко писал о том, что субъективные знания переплетаются со структурой общества самого по себе. И социальная иерархия, убеждения, ценности формируются через дискурс. Ну, говорил ли нечто подобное Фуко? Нужен ли Фуко для того, чтобы сказать подобную вещь? Вопрос открытый. Посмотрим дальше. Вот, я нашла очень интересное цитирование про языковые модели. Ну, предположим, Фуко что-то писал про язык, кажется. Соответственно, наверное, какой-то он должен иметь отношение к этому. Ну, давайте посмотрим, в каком качестве здесь цитируется Фуко. Вот она ссылка на Фуко под номером 87. Так, первое цитирование о том, что человеческий язык — это отражение общества. В нём есть разные предрассудки, предпосылки, стереотипы, предположения. И отделить полезные паттерны от этих предпосылок — это довольно сложно, поскольку они глубоко встроены в языковые структуры и выражения. Интересно. Следующая ссылка здесь же. Отделить паттерны от этих предпосылок может быть сложно, поскольку они часто, глубоко встроены в то, как люди выражаются, и в структуры языка сами по себе. Неужели Фуко первым сказал вот такую банальность? Ну, конечно, нет, дело не в Фуко, а в том, что автор статьи хотел добавить какое-то утверждение, которое для него кажется здравым смыслом, и чтобы это замаскировать, использовал приём неймдропинга. Как бы перевесил ответственность на известную личность. Ну, давайте посмотрим ещё что-нибудь. Я затрудняюсь на ходу перевести это название. Давайте вобьём его в Google-переводчик. Практика позиционирования и масштабы влияния на исследование справедливости, совместное исследование и призыв к сообществу. Хорошо. Социальная справедливость — это что-то на левацком. Ну, пока загружается эта статья. Давайте посмотрим, что у нас с Лефевром. Лефевр пишет про городскую революцию. Ну, посмотрим, какие тут ссылки в целом. Журнал об исследованиях деревни, Environment and Planning, Урбанизация, урбанизация, Муниципализм, Исследование пространства, Урбанистические и социопространственные следствия ковида, Сравнительная урбанистика, Новая эпистемология города. В общем, человек написал книгу про город, И все, в принципе, все цитирования Связаны как-то с исследованиями города, С урбанистикой. Так, эта статья не грузится. Ну, давайте просто посмотрим тематику Вот исследований, которые ссылаются на Фуко. Журнал нейроиммунной фармакологии. Хорошо. Культурные географии. Просто книга про историю постструктурализма. Экономическая социология. Нейросети. Качественный анализ. Дизабилити стадис. Умные города. Аудиовизуальные переводы. Бигдейта. Язык и идеология. Образование. Теория глобального правительства. Про глобализацию что-то. Ну, конечно, это такой очень поверхностный взгляд, но какой-то разброс чувствуется, особенно в сравнении с Лефевром. Конечно, можно сказать, что Фуко просто разработал метод, и этот метод очень широко применим. Но что это за такой широко применимый метод? Я знаю вот некоторые исторические методы такого толка. Кибернетика или, например, диалектика. Можем ли мы сравнить дискурс-анализ Фуко с диалектическим материализмом, который в Советском Союзе пытались применять буквально везде? На ум приходят два объяснения такой универсальности Фуко. Либо он такой действительно ученый-универсал, который везде преуспел, либо он просто говорит настолько общие неконкретные вещи, что их можно приложить ко всему чему угодно. Но, как кажется, реальность гораздо сложнее. Есть, конечно, какие-то социально-политические факторы, причем в англо-американском мире или в Европе они могут быть разные. Но это другой разговор. Сейчас хотелось бы коснуться только внутренних особенностей дискурс-анализа Фуко. Для этого нужно ответить на три вопроса. Во-первых, в чем заключается метод археологии знания? Я показала, как под ссылками на археологию знания Фуко иногда приписываются какие-то поверхностные мысли, единоличным автором которых он не является. Но ведь нужно разобраться, а что же на самом деле писал Фуко? Второе. Какая есть критика этого метода? Здесь я попробую суммировать разную критику, которая мне когда-либо попадалась, и которая мне показалась небезосновательной. И добавлю кое-какие свои соображения. Третье. Как недостатки метода провоцируют его неточное и массовое применение? Ну, я думаю, в процессе рассмотрения критики это станет более-менее понятно. Фуко по образованию был философом, психологом, он занимался изучением психопатологии, но прежде всего он стал известен своими работами по истории. Метод археологии знания — это прежде всего исторический метод, который нужно применять к историческому материалу. По задумке этот метод должен быть альтернативой истории идей и структуралистским подходам. Основные вопросы, которыми задавался Фуко при формулировке метода, были примерно такие. По каким правилам образуются те или иные высказывания? Как получается, что появляется именно это высказывание, никакое другое? Как получается, что несвязанные друг с другом люди приходят к одним и тем же мыслям? И ведь такое действительно бывает в истории. Это действительно крайне загадочно. По какой-то неведомой причине люди в разных обстоятельствах порождают одинаковые мысли. Они ставят одинаковые вопросы и часто находят одинаковые ответы. Это можно называть банальностью. Но в разные исторические периоды эти банальности разные. Можно проследить закономерности в том, как рождаются идеи. Можно проследить закономерности в том, как они независимо от обстоятельств. Причем сами люди зачастую этих закономерностей не улавливают. Они могут быть убеждены, что самостоятельно производят идеи, и что эти идеи для них нечто глубоко личное, нечто оригинальное. Почему и как это происходит? Это крайне загадочно. Поначалу Фуко занимался историей медицины и психопатологии. Он изучал разные исторические источники и обращал внимание на то, как возникают, меняются представления о медицине. Эти представления были как-то исторически обусловлены, но непонятно как. Вроде бы менялось определение медицины, менялись представления о патологии, о норме, менялись методы медицины, и к медицине относили различные типы текстов. Но при этом медицина как область как будто бы оставалась чем-то целым. Но Фуко не нашел никакого принципа этой целостности, этого единства. Он не смог объяснить себе, почему медицина остается медициной, при том, что в разные моменты разные тексты относят к медицине. И вот к какому выводу пришел Фуко. Он решил, что в разные моменты существовал ограниченный небольшой набор высказываний, которые можно было внутри медицины сделать. Этот набор не зависит от конкретных материальных воплощений. То есть можно написать много разных текстов, которые вроде как о разном, они различаются, но выражать они будут одно и то же высказывание. И вот набор таких возможных высказываний Фуко назвал дискурсом. В данном случае это медицинский дискурс. Понятие высказывания у Фуко отличается от понятия высказывания в лингвистике. Это не предложение и не какая-то логическая форма. Это вообще не лингвистическая сущность. Для Фуко высказывание это функция, которая действует на лингвистическую систему и выбирает из нее означающие, которые выстраивает в последовательности. То есть изучая дискурс, мы изучаем не какие-то лингвистические сущности, а события высказываний или даже действия высказываний. То есть еще раз, дискурс по Фуко выглядит примерно вот так. Есть какая-то лингвистическая система, в ней есть знаки, какой-то синтаксис. И на эту лингвистическую систему действует функция высказывания. Функция высказывания выбирает знаки из этой системы и располагает их в последовательности. Например, высказывание 1, высказывание 2. Единство дискурса обусловлено принципом рассеивания, то есть тем, по какому именно принципу создается все разнообразие высказываний. Не существует каких-то общих характеристик или качеств высказываний, которые указывали бы на их принадлежность к дискурсу. Так возникает система рассеивания, которую Фуко называет дискурсивной формацией. И если понять, каким правилам подчиняется система рассеивания, то можно вывести и весь спектр возможных высказываний, которые она порождает. Результаты высказывания – это материальные формы дискурса, то есть тексты, речи, какие-то записи. И все в совокупности они составляют историческое априори. Люди взаимодействуют с этим историческим априори, с этими разными текстами, интуитивно схватывают принципы порождения высказываний, и благодаря этому могут писать свои тексты в рамках той же дискурсивной формации. То есть люди схватывают правила и дальше уже порождают те высказывания, которые подразумеваются этими самыми правилами. Любая формация – это множество оппозиций, разрывов, разногласий. Исследователь таким образом должен искать не общее в дискурсе, а наоборот различия, и то, как эти различия возникают. Вот инструкции о том, как это делать Фуко не дал, и поэтому можно считать его метод немного темным. Несомненно одно – Фуко задумывал археологию знания как метод работы с историческим материалом. То есть, строго говоря, метод археологии знания не предназначен для анализа современности. Фуко полагал, что вот именно это наиболее непредвзятый способ работы с исторической информацией, потому что таким образом к ней ничего не домысливается. Историк просто берет документы, подробно их описывает, и таким образом выявляет высказывания, определяет систему разрывов, которым они подчинены. От себя он ничего не добавляет, не производит никакой интерпретации. Вообще его смысл документов не волнует. И вот поэтому Делес писал, что метод Фуко подобен диагональному аргументу Кантера. Он не подчиняется никакой идеологии, не производит никакого дискурса, он просто объединяет некоторые элементы из существующих дискурсов и комбинирует их. Но вот так ли это на самом деле? Ведь на практике мы видим, что там, где в разделе «Методология» ссылаются на археологию знания, часто анализ подчиняется вполне себе идеологической позиции. Это может быть анализ текстов, вполне себе структуралистский, порождающий какую-то интерпретацию, может быть, выполненный в духе такой герминевтики подозрения, его называют фукалдианским. Вот, например, бывает такая феминистская критика текстов, которая исходит из того, что неправильный язык порождает угнетение, и это часто сопровождается ссылками на Фуко. И кажется, что Фуко не хотел бы такого результата. Уже глядя на схему, можно увидеть одну небольшую проблему. Посмотрим на высказывание 1 и высказывание 2. Фуко утверждает, что форма материального воплощения не зависит от высказывания, то есть, гипотетически, высказывание 1 может породить воплощение 2, а высказывание 2 может породить воплощение 1, но минутку. Как мы, работая с архивом, то есть с материальными формами, отличаем эти два случая? Откуда нам знать, порожден ли текст 1 высказыванием 1 или высказыванием 2? И вообще, как мы определяем тождественность высказывания? То есть, откуда мы можем знать наверняка, что имеем дело с одним и тем же высказыванием, а не вдруг с каким-нибудь другим? И где во всей этой системе располагается синтаксис? Функция высказывания совершает выбор элементов, но определяет ли она синтаксис предложения? Если да, то она должна быть связана с полученной лингвистической формой, а Фуко говорит, что это невозможно. А если нет, то синтаксис должен либо существовать как отдельная система, никоим образом не связанная с тем, как функционирует высказывание, но тогда зачем он вообще нужен и откуда он берется? Либо он должен быть случайным, что абсурдно. Эти наблюдения прямо связаны с рядом проблем археологии знания, которые я объединила в два больших аргумента. И первая проблема – это отсутствие теории знака. Фуко формулирует программу археологии знания в известной степени негативистски. Его не устраивает так называемая классическая теория знака, в которой знак состоит из означающего и означаемого, и он хочет полностью избавиться от понятия смысла. С помощью метода археологии знания Фуко хочет избежать умножения смыслов путем интерпретации и поиска скрытых значений текстов. Этому он противопоставляет рассмотрение событий высказываний самих по себе. Фуко налагает запрет на любой анализ семантики и на любую интерпретацию, которую его метод объявляет по сути невозможными. Понятие смысла должно быть полностью замещено понятием дискурсивной формации. Но Фуко не удается предложить никакой рабочей альтернативы классической теории знака. Археология знания оказывается зависима от классических подходов к семантике, потому что построена на их отрицании, но никакой альтернативы не дает. А тем не менее, эта альтернатива очень нужна. Почему? Высказывания действуют на знаки, формируя их в серии, и таким образом вовлекая в дискурс. То есть семиотические системы и знаки являются материалом для высказываний. Существует четыре вида отношений, в которые знаки вступают, становясь высказыванием. Отношение референции с другими знаками внутри дискурса, отношение к позиции субъекта, отношение к ассоциированным полям и отношение материальности, то есть регулярность материальных воплощений. Эти отношения противопоставляются традиционному понятию смысла, то есть функция высказывания рассматривается как действие по отношению к наборам знаков, которое само по себе лингвистической сущностью не является. Но почему высказывания действуют именно на лингвистическую систему? И почему сам Фуко исследует именно тексты? Что в них такого особенного? Почему мы не можем рассматривать картинки, предметы интерьера, какие-нибудь артефакты? Фуко никак не объясняет, почему он противопоставляет дискурсивное высказывание именно лингвистическому высказыванию, а не чему-либо еще. И ведь последователи Фуко часто пытались распространить метод археологии знания на какие-нибудь другие поля, например, на исследование изображений. Но не должна ли функция высказывания действовать как-то иначе на изображения или предметы? Ведь не существует какой-то законченной системы, из которой можно выбирать элементы и складывать их в картинки или в предметы. Все-таки кажется, что метод археологии знания сформулирован специально для работы с текстами, а если его использовать в других случаях, то нужно как-то его дорабатывать или переформулировать. Кроме того, если совершенно забыть про лингвистические категории и оставить только подход Фуко как более правильный, то окажется, что люди субъективно все-таки видят какой-то смысл в текстах, и археология знания совершенно не может этого объяснить. Это как синтаксисом. Люди так или иначе используют какой-то синтаксис, когда разговаривают или пишут тексты, но где находится синтаксис в системе археологии знания точно непонятно. Может быть, наличие смысла — это такое заблуждение, может быть, за ощущением наличия смысла скрывается какое-то другое явление, но подождите. А что насчет самого исследователя? Неужели он не испытывает ощущение понимания смысла при работе с текстами? А если испытывает, то не влияет ли на него это субъективное понимание смысла? Археология знания запрещает постановку такого вопроса, но уже начиная с таких классиков дискурс-анализа, как Лакло и Муф или Феркло, дискурс-анализ стремительными темпами возвращается к интерпретации и поискам смысла дискурсов. Почему-то избежать интерпретации оказывается очень сложно. Может ли исследователь вообще избежать интерпретации? Ведь чтобы идентифицировать дискурс и начать его анализировать, он сначала должен понять смысл прочитанных текстов и акцентировать внимание на каких-то их особенностях, то есть совершить выбор. От этого выбора зависят, какие высказывания исследователь выделит как дискурсивные. И вот тут возникает еще одно тонкое место метода археологии знания. Вторая проблема — это функция выбора. По какому принципу осуществляется выбор элементов дискурса? Ну, например, про диагональный аргумент Кантера мы знаем, что новая строка появляется из элементов, выбранных по диагонали. А вот Фуко метод выбора элементов не уточняет. И на практике исследователь находит дискурсы там, где ему хочется. Он ориентируется на то, как сам понимает их смысл, но он не может отрефлексировать этот процесс. Причем метод дискурс-анализа позиционируется как непредвзятый. То есть если при выборе дискурса вы опираетесь на аффект, на предрассудки, на свои политические взгляды, то это оказывается скрыто за авторитетом метода. И тогда ангажированность вполне может выглядеть как объективность. Фуко сам писал, что лакуны дискурса указывают на идеологические функции дискурса, и при этом сам заложил такую лакуну в собственный метод. Благодаря ей метод теперь отлично служит задачам производства идеологии. Как мы видим на практике, это могут быть разные идеологии. Сам Фуко в более поздних работах, например, в лекции «Порядок дискурса», он все-таки специфицировал свой метод выбора. Он сказал, что выбирает дискурсы, исходя из отношений власти, которые в них прослеживаются. Он анализирует методы контроля и ограничения свободы, заложенной внутри дискурсов. Но не полагается ли теперь Фуко на предпосылке о том, что существует некая свобода высказывания, которая ограничивается, что существует антагонист свободы насилия, и что с насилием и властью надо бороться просто по факту того, что в его представлении насилие и власть являются злом. В выборе и анализе дискурсов Фуко получается полагается на дихотомии, такие как насилие, свобода, горизонтальность, вертикальность, структура, деконструкция, единственность, множественность. То есть его высказывания, согласно его же собственным взглядам, подчиняются дискурсивной формации, организованной вокруг этих бинарных оппозиций. Происхождение этой формации оставим за скобками. Это значит, что Фуко сам производит идеологический дискурс, и что существует дискурсивная формация, ассоциированная с методом дискурс-анализа, который производит все эти теоретические тексты, что на практике и наблюдается. Само по себе это не хорошо и не плохо. Это плохо с точки зрения Фуко, который не хотел производить идеологического дискурса. Дискурсивная формация продолжает существовать за счет того, что воспроизводит характерную для нее систему различий. Тексты, произведенные как бы с применением дискурс-анализа, замыкаются в собственной традиции и начинают служить не столько приросту эмпирического знания, сколько поддержанию этой традиции. То есть авторам важно в очередной раз утвердить заложенные в методе структурные дихотомии, а не непредвзято исследовать явления. Вопреки желанию самого Фуко, дискурс-анализ превращается в самый настоящий догматизм. Продолжение следует...